Здравствуйте, меня зовут Самар Бурджалов. Мы продолжаем серию видео лекций о моих статей о колумбском среде в мировом кино. В прошлый раз мы говорили про Коси Ункову, колумбской бабушке эмигрантку, озвучившую Эвоков и ее следив в саге о Скайуокерах, более известной, как «Звездные войны». Фильм, о котором пойдет речь, был снят уже в нынешнем веке. Все мы гордимся и радуемся, когда увидим и узнаем, что в том или ином фильме снялись уроженцы нашей республики. И не важно, в главной и второстепенной эпизодической роли или массовке. Как это было, например, в историческом российском сериале «Золотая Орда», где в эпизодических ролях и массовке снялось немало наших соплеменников. Но оказывается, представители нашего народа умудряются засветиться не только в отечественном, но и зарубежном кино. Около 20 наших американских соплеменников приняли участие в качестве актеров массовки в съемках художественного фильма «Поведитель стихий», вышедшего на экраны в 2010 году в формате 3D. Режиссер М. Найт Шемалан снял его по мотивам первого сезона «Аватар. Легенда об Анна Анге». Среди исполнителей главных ролей были Ноа Рингер, Джексон Рэдбоун, Никора Пельц, Сэйшел Эр Габриэл Мэндви, а также Дэв Паттель, исполнивший главную роль в знаменитом фильме «Мельнян и Стучок». В любом фильме, помимо исполнителей главных ролей, большую роль играет массовка. Актеры массовки создают и передают дух, быт, атмосферу киномиров и в какой-то степени помогают главным героям войти в образ. Среди калмыков, принявших участие в всем фильме, были Немо Орбаков, Санджи Далдинов, Питер Цебиков, Гаврил Задвинов, Адян Переборов, Стивен Абушинов, Дерек Горипов, Эрик Ульцинов, Наран Цуцков, Гонсант Бурушкин, Адам Ссянбыр-Унков, Алекс Даусудин-Аландер, Катя и Луи Калачиновы и многие другие. Как рассказывают наши соплеменники, они узнали, что режиссер ищет для сцен массовки людей с азиатской внешностью. И тогда Джордж Бурушкин, член организации Колумбской Братской Америки, действующей при Хуруле в Филадельфии, пришел на кастинг, чтобы рассказать о колумбской диаспоре. Сообщение заинтересовало организаторов, и они пригласили желающих поучаствовать в съемках. Кастинг проходил на соседнем с Хурулом улице, Ханкингтон. На послушивание и фотосессии пришли все желающие, но на отбор прошли 20 человек. Съемки проходили в каньоне к северу от Филадельфии. Эпизодов, в которых приняли участие Калмыкии было несколько. Калмыкии исполнили также роли торговцев, подававших еду и покупателей. Как это часто бывает при монтаже, часть от снятых сцен была вырезанной. Но тем не менее, сцены с участием наших соплеменников увидеть можно. Мы не звезды и не актеры, а простые люди со своими заботами, работой. А тут нас загримировали, надели на нас костюмы, и мы получили возможность оторваться от реальности и почувствовать себя жителями фантазийного мира. Было здорово находиться на одной съемочной площадке с настоящими актерами. Жаль, что не все сцены с нашим участием вошли в фильм. Некоторых это расстроило. Но в целом у нас остались позитивные воспоминания, рассказывает Гонзан Бурушкин. Нарану Цуцкову, учителю истории из города Мильвель, досталась роль подавца овощей в деревне. Его попросили побриться наголо, но он отказался, поэтому в фильме у него на голове был тюрбан. А вот Стивен Абушинов исполнил роль солдата народа огня. Немо Орбаков вспоминает, что ему довелось познакомиться с Девом Пателем, главным миллионером из Тущёб. Самым юным участником съемок на тот момент был 13-летний Адам Сянбэйр Унков, а самой старшей была Катя Калачинова. Она пожила долгую жизнь и покинула этот мир, перешагнув 90-летний рубеж. Будучи одной из старейших представителей диаспоры, Калмыцкая среда была известна как Митическая. Адам Сянбэйр Унков пришел на кастинг, так как так любил посмотреть этот фильм и знал о чем сюжет. В фильме он играл дополнительного игрока в детской команде города, но даже такая крохотная роль понравилась ему. Еще бы, ведь он стал частью картины, снятой на основе любимого фильма. Я был очень волнован, потому что все мои друзья смотрели мультфильм, вспоминает Адам Сянбэйр Унков. Хотя роль была незначительная, но я очень волновался, так как раньше никогда не снимался в кино. Идя на кастинг, честно говоря, не рассчитывал на успех. И сильно удивился, когда мне позвонили и сказали, что я пошел отбор. Для съемок мне подобрали костюм по размеру и побрели голову. Был момент, когда мне пришлось даже измазаться грязью. Конечно, на съемках мне было интересно, но все. Но, наверное, еще важнее, что я чувствовал себя частью калмыцкого сообщества. Это здорово. Встретиться и пообщаться с режиссером картины М. Натч Шамаланом довелось Пурме Мушаевой. В съемках она не принимала участие, но как президент Калмыцкого братства, хотела встретиться с ним лично, чтобы обговорить условия участия калмыков в кинопроцессе. По словам Пурмы Мушаевой, режиссер был очень рад, что в качестве актеров массовки в его фильме будут принимать участие калмыки. В 2010 году мне довелось увидеть этот фэнтези-фильм в кинотеатре «Октябрь». Спустя 8 лет после выхода статьи в Семейной газете Байрата вновь присмотрел это его и в некоторых сценах увидел наших соплеменников, чему был рад. В 20 веке калмыцкие эмигранты сыграли множество эпизодических, а порой и более заметных ролей в югославских, немецких, французских и американских фильмах. Их потомки также умудряются оставлять свой след в разных известных фильмах. Субтитры создавал DimaTorzok